Осенью 1999 года меня неожиданно вызвал Назарбаев к себе в кабинет и дал задание как можно быстрее уладить отношения с американцами, поднять уровень партнерства и сотрудничества выше, чем у соседнего Узбекистана. В короткий срок я провел множество двухсторонних встреч как за рубежом, так и в Казахстане. Результаты не заставили ждать. Казахстан посетили за короткий промежуток времени госсекретарь Олбретт, директор ЦРУ Теннет, директор ФБР ФРИ, руководители Министерства обороны Соединенных Штатов. Поэтапно удалось сгладить напряженность в двухсторонних отношениях. Глава 34. Национальный вопрос крестного тестя или халатные отношения? Наш президент любит поставить себе в заслугу мир и согласие, в которых живут в Казахстане десятки народов, как будто это его заслуга. Хотя все, что требовалось от верховной власти для поддержания этого мира, просто ничего не трогать после советских времен. Потому что наши народы сами поддерживают согласие друг с другом, и неуклюжая астанинская политика здесь ни при чем. Лучшее, что смог придумать Назарбаев в своих неуклюжих попытках проводить национальную политику – это проект Ассамблея народов Казахстана. Согласно официальной пропаганде, это собрание должно было представлять собой некое подобие парламента наций. За тем исключением, что в настоящем парламенте депутаты избираются гражданами и представляют интересы своего электората. Но эта формула не для современного Казахстана. У нас и настоящее законодательное собрание представляет интересы своего единственного настоящего выборщика – президента, чего уж требовать от таких подставных организаций с громким названием как Ассамблея народов. С момента своего создания в недрах президентской администрации она успешно выполняла свою роль петуха-провокатора, который первым выкрикивал очередные затеи своего хозяина. Если президенту Назарбаеву требовалось в обход Конституции пойти на очередные, все уже сбили со счета, то ли четвертые, то ли пятые выборы, в этом его непременно уговаривала Ассамблея народов. Причем непременно от имени и по поручению всего народа Казахстана. Если президенту требовалось распустить очередное, все уже сбили со счета, то ли пятый, то ли шестой состав парламента, с этой идеей выступали члены Ассамблеи. Обязательно от имени и по поручению народов многонационального Казахстана. Другие цели ставила администрация перед вторым органом национальной политики – Курултаем – Собранием всех Казахов. Этот был призван служить на ярмарке президентского тщеславия. В роль Курултая по замыслу его астанинских создателей входило создавать хвалу великому правителю, хану Казахстана. Делегаты со всего мира, привезенные на историческую родину из Турции, Монголии, Европы и США, должны были пасть ниц перед отцом всех казахов и воспеть ему вечную славу. Но коллективного поэта Джамбула вырастить не получилось. В гениальном плане был только один из ян. В спектакле предполагалось задействовать иностранных граждан. Им оплатили билеты, купили национальные чапаны-халаты, кормили традиционным бешбармаком, а они, неблагодарные, злом отплатили за предобрейшее. Билеты использовали, чапаны забрали, а в ответ вместо демонстрации вечной признательности и безграничной любви принялись давать великому хану Назарбаеву свои советы и наставления. Они, в отличие от более послушных жителей исторической родины, еще не поняли, ради кого разыгрываются спектакли в придворном театре. До них еще не дошло, что у всех актеров подобных постановок есть только одна роль – бить поклоны. Им, конечно, пытались объяснить за кулисами, что в благодарность за чапаны кланяться полагается. Но, по-хорошему, они, делегаты всемирного Курултая казахов, не понимали. А по-плохому их, вот беда, не прижмешь. Они хоть и казахи, но какие-то неправильные – одно название. Бизнес у них не отберешь, родственников из госорганов не выгонишь. Президент, конечно, к такому повороту готов не был. Он пришел на Курултая слушать Асанну, а вместо нее услышал попытку диалога. Казахи из разных стран начали рассказывать о своих нуждах и делиться идеями, как бы лучше распоряжаться природными ресурсами, как будто их кто-то спрашивал. А у моего тестя есть одна особенность. Вернее, она развилась в последнее время. Прежде он был искусным дипломатом, мастером балансировки и манипуляций. Но годы восславления и игры в одни ворота сделали свое дело. Президент начал быстро выходить из себя, попадая в непонятную для него ситуацию. В лучших случаях результатом становится потеря контроля над собой. Один из таких казусов случился как раз на последнем Курултае. Президент сорвался и начал поучать казахов всего мира, что они должны не ждать от Родины поддержки, а сами помогать нефтяному государству. К сожалению, чисто казахского застолья и халатных отношений друг с другом не получилось. Традиционный обмен бархатными чапанами-халатами был отменен сразу. На том и разъехались, недовольные друг другом. С тех пор про иностранных сородичей, главе государства, лучше не напоминать. Но недовольство ими не идет ни в какое сравнение с тем страхом, который президент испытывает перед своим собственным народом, казахами, которые живут в его Казахстане. Это не страх перед бунтами. Назарбаев уже не боится того, что когда-нибудь под стенами его дворца соберутся граждане и спросят многолетнего правителя, как много он сделал для их блага и как много для собственного. На то Астана и строилась, чтобы за крепостными стенами никто собраться не мог. А во-вторых, президент уже сам искренне поверил, что потоки лести, которые льются на него изо всех дыр, с экранов телевизоров, с газетных страниц, с уст уважаемых людей, на самом деле отражают мнение людей о своем султане, то есть Нур-султане. Президент боится невосстаний. Его жизнь проходит в паническом ожидании прихода преемника. Он знает, что этот человек уже растет, что диктаторское кресло дается человеку максимум на несколько десятилетий, но рано или поздно его придется покинуть. И рано или поздно неизбежно придет день, когда место правителя займет другой представитель его народа. Именно эта мысль грызет президента каждый день. Но главный его страх в том, что этот день наступит еще при его жизни. Это неправда, что Назарбаев готовит себе преемника и продумывает стабильную передачу власти в надежные руки. Мне всегда было смешно читать гадания на кофейной гуще московских и иностранных политологов, которые пытались разобраться в тумане астанинской политики. Чаще всего титул избранного моим тестем преемника они присуждали мне или Дариге. Следом в рейтинге шли Тасмагомбетов и Такаев. Дело в том, что президент действительно высматривает преемника. Это важнейшая часть каждого рабочего дня нашего диагена. Но этот поиск ведется под девизом «Найти и уничтожить». Назарбаева не волнует, что будет после него. Какая разница, пирамиду Нур-Султана в Астане для своего могильника он уже построил. Главное, чтобы Астану его именем назвали и улицу Фурманова в Алма-Ате, а в остальном хоть потоп. Как его может беспокоить плавная передача власти, если сама мысль об этой передаче портит ему аппетит и отравляет сладкий вкус его безграничного правления.